Тяжелый удар Традиционная стойка в боксе, как правило, такая, с вытянутой левой рукой перед собой. Но меня же учили стоять прямо с обеими руками подбородка, что затрудняет положение, ведь тебе тяжелее достать соперника. Так что вся тактика позаточена на прыгивании и сериях ударов, смещении в стороны и скорость. Но с возрастом ты теряешь скорость, появляются иные факторы, и такой стиль боя требует слишком много концентрации, слишком много сосредоточенности, понимаешь? Такой стиль боя не оставит тебе шансов на иную жизнь и ринга, и это жутковато. Как правило, я держал корпус ниже, ведь большинство парней были выше меня, так что мне приходилось опережать их, больше уворачиваться, дабы нейтрализовать их более длинные руки. Фишка джеба в том, кто бьет им быстрее, кто первее бросает его, понимаешь? Когда я был совсем молодым, то в боях отлично пользовался своей защитой. Именно из-за этого я был непобедим, ведь я просто шел прямо на этих парней. Если бы у меня не было хорошей защиты, то рано или поздно воплотился бы за это. И неважно, насколько крепкий у тебя подбородок, и моей целью всегда было прикончить соперника как можно быстрее. Я не работал на очки, и это было неожиданно для них, что так же было у меня на руку. В этом весь смысл поединка. У каждого, конечно, свое мнение, но по моему личному опыту... Не знаю, это типа искривленного зеркала. Дело не в том, кто ты, дело в том, кто ты по мнению твоего соперника, понимаешь? Я не монстр и не зверюга, но он-то думает, что и я именно такой. Врубаешь? Вот в чем фишка, это вроде актерского мастерства. Да, я очень нетрадиционный, потому что мой тренер учил меня, что обычный стиль боксирования типа такого, и это понятно, потому что так ты можешь достать рукой дальше. Но мой тренер учил меня драться вот так, во фронтальной стойке. Здесь все связано на скорости, координации и силе, и все решает доли секунды. Если ты проморгаешь и не успеешь, то схватишь удары. И с возрастом я стал пропускать много ударов, так как медлительность ведет к пропущенным ударам. Это стиль для молодых, так что... Ну, дело в том, что все происходит не в вечер самого поединка. Это начинается со дня, когда бой подписан, или в тот день, когда ты начал мечтать о том, чтобы подраться с этим парнем, но в тот момент еще был вне рейтингов. Вот когда все начинается. Это не просто потому, что мы имеем дело с человеческой натурой, эмоциями, чувствами, особенностями характера, произойти может все что угодно. Вот почему мы, можно сказать, играем друг с другом, никогда не зная, что он выкинет. Парень, который был бомжом, вдруг оказывается на высоте, оставляя всех в дураках. А парень, который был настоящим убийцей, в один прекрасный день может сказать, сегодня я не хочу делать этого. Так что никогда не знаешь, чего ожидать. Ты никогда не узнаешь, что у них на уме. Но это соревнования, это наша работа. И будь то слабые точки или дух соревновательности, неважно в какой момент от подписания на бой мы должны найти что-то, то, что сломает их. Это будет значить, что мы лучше, чем он, что мы были выше его в этот день. Гормоны роста. Я бы стал использовать гормоны роста, как и все остальные спортсмены. Это то, что сделал бы меня лучше. Я бы использовал их, да. Потому что моей целью никогда не было стать суперпопулярной звездой. Я просто хотел быть лучшим, понимаете. Вот в чем была моя цель. Они бы не смогли этим заняться. Почему же? Не знаю. Вот моему ребенку исполнилось 14. Моему старшему сыну 14 лет. И то, чем он обладает в своей 14, этого же я добивался всю свою жизнь. Так что он не сможет быть таким, ведь у него уже есть все это. В своей 14 у него то, чего я добиваюсь всю жизнь. И до сих пор не добился. То есть ему не за что биться. Ну, типа того. Они к этому не предрасположены. Возможно, для какой-то другой битвы. Политической битвы. Возможно, битвы в медицине или активистской борьбы. Но ставят свою кровь на кон, в прямом смысле этого слова, на глазах у миллионов людей. Не думаю, что в них живет подобное нутро. Они до сих пор дети. Типа, когда они видят этого Тайга, этого парня по кличке Тайга, Трейс Сонгзи и тому подобных, они просто тают. Даже пацаны, типа, «О, господи, это же он, пап!» Понимаете? Когда же я был пацаном, я смотрел на тех, кого я собирался побить. Когда достигну тех высот. И мне выпадет этот шанс, чтобы узнать, что такое настоящее величие. Они просто из другого теста, у них нет фантазии. Но я не могу винить их в этом, ведь мы родились в разных мирах. Я совершенно уверен в том... Я, Майк Тайсон и Каз Диамата. Стиле. Я совершенно уверен в том, что стиле ничего не значит. Намного важнее твоя мораль, чем твой стиль. Насколько сильно ты хочешь этого, насколько сильно горит это твое желание достичь величия. И с этой точки зрения твой стиль совершенно не важен, потому что тебе нужно достичь той цели. Независимо от того, хорош ли твой стиль боксирования или стиль силовых ударов. Задача в том, чтобы захватить этот триумф. Понимаете?